Вы слышите меня? Да я вижу, что слышите. Я вижу, что килобайты уходят куда-то далеко в Москву. Стало быть, до вас сигнал тоже должен был дойти. Добрый вечер! Оп, привет, Клей Ривел. Кастик, Дмиз или Дмитрий. Йохохо и Бутылка Эстуса. Привет, Талисман Голд. Элдрих, я написал, то есть да. Да ездишь, привет, наконец-то. Привет, Михаил, Миха 98. Обскюр, Нимбус, Тремор 1, 2, 3, Ромеро Гэмбл, Геналлойд, Русинов, Дотс, Фэмили, Икс, Рейн, Дауаил, Санта. Нерезалжался стрима Адесс Майкера, купил и прошел сам. Пруф, Иксэм, Хорс, в общем... О, Хавку что-то написал, да? Нет, Хавка не было. В общем, как и обещал вчера, сегодня поиграем немножко в Дарк Соулс. Единственное, что я давно не играл, уже забыл, где мы там остановились, что мы делаем. Помню, что у меня маг, помню, что у меня два сета армора, помню хороший став. Боссов помню, смерти помню, в общем, кусками. Что-то помню, что-то не помню. А, и единственный момент, я должен буду перезапустить стрим, потому что забыл поставить разрешение нормальное. Хотя, давайте попробуем. Если мы лет сильно не будет, оставлю Full HD, да? Да, надо от премиумов услышать, как там картинка будет. Как впечатления от турнира? Хорошие, положительные. Красивые игры были и полуфинальные. Правда, матч за третье место так и я не посмотрел. Надо будет выделить время и под эмком посмотреть. Результаты, соответственно, не знаю, не говорите мне, пожалуйста. Людей в чате больше, чем зрителей, поставил пеку. Еще раз объясню это товарищу, что количество зрителей в плеере обновляется с задержкой в 2 или 3 минуты, потому что высокая нагрузка на количество зрителей в чате сконструирована таким образом, что человек подсоединяется и сразу мы его считаем. Где-то через 2 минутки обновится количество зрителей в плеере, хотя оно может тоже не добираться до количества людей в чате, потому что, опять же, через некоторое время ситуация нормализуется. 10 мегабит для премиума мало лагает? Нет, 10 мегабит для премиума немало. Главное, чтобы эти 10 мегабит были именно до наших серверов в Москве. Вот в чем дело, потому что провайдер вам может сказать, что у вас 10 мегабит, 30 мегабит торрент, и, естественно, будет показывать такую скорость, потому что выбирают коннекты из ближайшей. Если вы сделаете замер на спид-тесте какой-нибудь до своего города, естественно, у вас до местного цода будет скорость хорошая. Вопрос именно, какая скорость реальная у вас до наших серверов. Ее, кстати, можно замерить. Ильдар, насколько мне известно, делал табличку, точнее, страничку. DIPLZ ссылку на страницу с замерами скорости. Вот, и можно протестить, на какую у вас инет. Но, с другой стороны, тестить специально не надо, просто у вас есть же возможность тестовый премиум посмотреть. Вот и пользуйтесь, пожалуйста. Да, вот, Хорс пишет, тестовый премиум лагает. Мы все еще не подключили, кстати, питерский сервер с пиринговыми сетями. Возможно, будет лучше. У меня 10 мегабит ADSL в Минске, майкер не лагает. Ну, это субъективная такая штука. В общем, это зависит от очень многих факторов. Наша задача просто потихонечку географию делать. Ага, Шарп говорит, есть замеры по скорости. Дал ссылочку, делал замеры 11 мегабит и лаги. Вот, такое тоже странно, правда, но бывает. А у меня тестовый премиум лагает, а обычный нет. Что за магия? Давайте поедем уже. Хай, я в тельнике, говорит, Тэй. А, в тельнике, ты в тельнике, да. Кстати, иногда бывает, что сверху написано одно число людей в чате, а на деле, если вы ручной перечитаете, число другое. Может быть, кстати, там учитываются люди, которые типа скрыты, хотя нет. До премиума лучше, чем до основы. Это два от Сода, Сущевка и Бутлерова, М9, М10, там до них разные маршруты. В общем, не важно, это все. У нас 106-го левела Артас, мы загружаемся. И надо вспоминать вообще, на чем мы с вами остановились. Где я? Где я? Ух ты. Я в Маджуле, ну, дома быть приятно. Вспоминаем, это бинокль. Вспоминаем. Вспоминаем. Эстусы прогрейдили, плюс 5 и 6 фляг. А, я же там в новой локе, получается, да? Я же там... Да, ё-моё. А это босса мы убили. Там тупик или не тупик? Сейчас я вспомню, где, где вообще, где вообще что. И куда идти, куда податься. Здесь вроде походили, тут походили. Тут странный чекпоинт башни солнца. С одной стороны все один костер, но там линейная была. И башни солнца проходили. Тут босса убили. Башни луны. Странно, маленькая лока. Так, вот здесь я вообще по локации не ходил. Чистилище нежити. Давайте, наверное, пойдем туда. Захват, говорит. Что с захватом? Захват, реально, что-то маленький какой-то захват. Э-э-э-э, во-во-во-во. Что-то тут у нас подглючивает. Сейчас сделаем. Давай рабочий стол тогда. Конкретную область выберем. И сделаем как надо. Это подглючивает игровой захват. Наверное, зря я его просто сделал. Надо было захватывать изображение в окне и не париться. Ничего страшного. Сейчас все будет. Не переживайте. Черный экран вам осталось терпеть пару секунд. Готово. Так, только надо опустить вниз. И еще вниз. Норм. Чатик читаемый. Михаил не загораживает количество душ. Правда, есть легкая рябь в хромакее. Поэтому я немножко тут параметры твикну. Вот, вроде рябь не прошла. Плохо, 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 плохо. Плохо еще хуже. Что же у меня с освещением такое здесь творится? Господи, вы посмотрите, что со мной. Я весь просвечиваюсь. И так просвечиваюсь, и сяк просвечиваюсь. Ладно, пусть останется так. Так, что у нас еще? Здесь были полностью здесь... Во, вот еще. В дальнем огне, в соборе лазурного пути, кажется, вообще не ходили. Оставь прозрачного. Да не, нормально все. Оставим так. Я не знаю, куда... Воу-воу-воу. Не-не-не, это не то. Здесь я был. Это концовка после босса. Так, начало здесь были. Хорошо, были-были. Были-были. Вот, возможно, чтилище нежити все-таки. Давайте туда сгоняем. Это красная угроза. Дополнение Юрия прошел. Но я прошел только за советы. Я не играл за альянс и, соответственно, за Юрия. Так, здесь тоже тупик. Это после босса. Это кресины. Тут тоже босс пройден. Опачки. А, там тоже. Тоже пройден же. Мост, прыжок. Да. Серьезно. Только не греть, что если... Давайте к последнему боссу сейчас. Пойдем. Будешь проходить за альянс? Нет, я, скорее всего, в Родалер 3-й уже играть не буду. Тут вы помните. Это последний босс, которого мы, кстати, убили, насколько я помню. Там вроде был выход, и кажется, там был тупик. Проход был где-то вот здесь. Я зашел сюда. Огромная темная комната. Вокруг ничего, кроме костра, который мы зажгли, и все. И вернулись в Маджулу. Можно в самой Маджуле попробовать. Да, по другой дороге. То есть у нас частично хоже на гора. Наверх возвращался. Да, наверх... А-а-а, точно. Да. Помните, мы же пошли... Да там были костры. Там были костры, сейчас мы вернемся в локацию. Там же действительно... Сейчас я уже начинаю вспоминать, как только это локон называется. Вот она, кажется. Очень похоже. Темнолесье, 3-й waypoint. Не знаю, правда. Да, вот темнолесье. Да-да-да, это оно. Ё-моё, я уже и подзабыл, что здесь такие плотные товарищи. Думал лестницу взять. У этого выбил, кажется, какой-то ключ. Туда прыгал. Там... Там встретил... Опять подошел товарищ со щитом. Его очень долго убивать. Так не хочется, если честно. Ну и да, нужно бежать просто вперед. Единственное, что... Как же забраться вот... От гата уже идет. Как забраться наверх? Придется убивать. Ну, смотрите. 55 урона. Что это за... Плюс она еще блочить может. 57 сферой. Конечно, неповоротливый гад, но... А по счету... Так, повторная смерть... Копьем за... 86. Какие-то дикие резисты у него. Просто дикие. И успел закрыться щитом. Ой. Что-то так боялся. Ой, о-о-о-о-о-о-о. А вот этого я не ожидал. Такой ударчик. Ладно, они неповоротливые. Все в блок. Надо провоцировать его на удары, только после этого атаковать. При этом, если он делает серию ударов, то... Как подсказывает Кеп, не кастовать. Очень плохо. А таких гадов будет очень много. Можно взять другие косты. Ну, взять, например, вместо вот этой вот стрелки... А, мне не хватит. Не-не-не, мне нужны... Нужны просто косты. Побежал. К месту гуфа. Опа-ц, это как? Неужели я гуфнулся? Да, наверху, скорее всего, гуфнулся. Возьми любую пуху с физдамагом. Бэкстап его 100% быстрее будет. Да не-е-е. У меня силы и ловкости даже смотреть не хочется туда. Где-то 3-4 вот так вот характеристики. Поэтому взять пуху, это... История прохладная. Вот помню, как здесь Т играла. Надеюсь, сзади ко мне не подойдут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть, их типа нужно методично бивать. О, нормальный дамаг. 180. Причем это с стрелкой такой. Вот сейчас копьем, например, хорошим там. 300, наверное, будет. 370. Вот. У этого с резистами похуже. Хотя с хп очень прилично. Сделать сломать поменьше. Хотя бы 30 секунд. Представляете, как качество повышается вашего каждого сообщения? Ихспы, трикосаря. Not bad. Так, лут вижу справа. Так не хочу с этими сражаться. За них же ихспы не дают нормально. Оп-па-цей. И второй пришел. Может, повторную смерть попробовать сделать. Да, ерунда. Там еще двое. Ё-моё. Да вы издеваетесь. Это что-то с чем-то. А бегать от них так не хочется. Окаменевшая кость дракона. А может и стоит побегать от них. Тут правда... Оп-пачки, лут. Ключ камень и душа отважного воина. Ой, проклятие! Пшклянство. Единственный их бонус в том, что они тупо медленные. Ну, для меня это приятно. Но я не привык так. Так работать, понимаете, в таких условиях, когда у тебя на хвосте постоянно какой-то гад. Это меня немножко демотивирует. Тут лут просто. Я хотел... Самоцвет жизни, окей. Подсказку читаем. Осторожно, монстр, кстати, проклятие. Можно вниз спуститься, но я бы обыскал еще на поверхностях. Потому что... Потому что вон наверху, например, лежит товарищ. Здесь кто-то... Ой, там какая-то статуя. Если зайду, меня там сзади подожмут. О, лестница есть. Забираюсь. Забираюсь, 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 забираюсь. Здесь можно посталкивать, наверное. Забираюсь, забираюсь, забираюсь. Еще забираюсь. И... Идут? Идет. Нет, нет, нет. Так, это лут. Душа и фемиам скептика. Ха, упал. И не разбился, подлец. Вместо стрелка. Да, конечно. Я уже слышу, как он забирается. Опачки, сундук вижу сверху. Представляете, если бы я долбил их за статуей сет на каст спид. Спойлеры. А, вон. Вижу, да. Ну, как раз этот тот самый сундук. Оп! Оп! Ой, кажется, я здесь останусь. Ладно. Значит, какой ключ? Физики у тебя нет никакой, да? Вообще никакой физики нет. С твоими характеристиками даже... Ну, может быть, кинжал в руках можешь держать, но... Такой бобер, да? Да, 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 да. Я такой. Сфера тьмы, повторная смерть. Повторная смерть может хорошо порешать. Если, например, я одного умудрюсь и убью, то если наносится урон по количеству хп, грубо говоря, да, то... Сет на скорость каста это очень здорово на самом деле. Это, кажется, тот самый сет, когда... Ну, где каждый из предметов увеличивает скорость каст. То, что мне нужно как магу заправскому. Так, прикасаюсь. Сзади слышу шум. И, наверное, вот таким вот образом спущусь. Ого-го-го-го-го-го! Тихо. Ушел, ушел, ушел. И еще двое бегают. Тут проклятие. Тут пробую заюзать. Ага. Черт возьми. Ах вы гады, а! Да, а ко мне есть косточка возвращения? Да, хрен нас два. Косточки нет. Воу-воу-воу-воу-воу! Открываем сундук. По-быстрому давай, давай! Они идут уже! Михаил! И бери, бери, бери! Просто бери! Есть! Взял! И умер! Но у меня есть сет. У меня есть сет. Читер, просто читер. А как мне там оттуда было... Забейте. Нагрил мог быф теперь не уйдет. Да, так и есть. Так, теперь смотрим, что мы там на лутали-то. На лутали-то что-то. Что это? Черный капюшон. Похоже... Нет, это другой. Голема, капюшон заключенного. Панцирный. Эй! Я... Я не вижу. Куртка голема, панцирный доспех. Это чушь-то чушь. Олонский капитан, Олонский рыцарь. Хранитель могил. Ведьмака. О, левиный маг. Так, вот он. Такие мантии носили магии с клана Льва. Эффект увеличивает использование заклинаний. Да езжешь! Так, фиксируем свой... Свою скорость заклинаний. 147 сейчас. Ох и начинаю прикидываться. Он хуже по защитным характеристикам. Причем сильно хуже. Да какое... Берем. Какой понтовый. И что стало у нас? 155 вместо 149. Пока не впечатляет. Перчатки. Левиный маг. А эти, кстати, практически такие же, как текущие перчатки. Not bad. 154, да? Сейчас... 163. Окей. Беру еще сапоги. Левиного мага юбка. Значительно хуже, чем предыдущие. Тоже увеличивает скорость каста. 172. Ну, а капюшона, получается, нет, да? Так там было 4 вроде штуки. 4. Может быть, ей какое-то кольцо. Я не успел прочитать, что именно я взял. А, пушка, говорят. Пушки нет. Веточка была. Колокольчик клирика. Жреца это все было. Защитный колокольчик тоже вроде бы было. Черный капюшон апаит на 10, а любая часть сета на 5. А, ветка откаменения. Понятно. Ну, что у нас получается. Такой вот маг странный выходит. Можно ему кипарь заменить. Ведьмачи на черный капюшон. И тогда мы еще увеличим скорость каста. Надо только оценить на сколько. 172. Он, кажется, как раз процентов 20 дает. 191. Да, похоже. Нет, где-то процентов 10. Количество сплов уменьшилось, но зато... Я должен быть по это самое, посерьезнее сейчас. Против пиромантии почему-либо пиробласты фаерболов. Да, я как-то... Как-то по-другому пути пошел. Хочется вернуться, души забрать. Их там не так много, с одной стороны, но... Но хочется ведь. Вдруг удастся уйти. Да, они слухочные весьма, но их, блин, как много. Так, проклятие сейчас... Проклятие уходит. И я, наверное, побегу... Ой-ой-ой-ой. Ладно, поехали. А-а-а! Я фактически попал... В то место, докуда можно было просто допрыгнуть. Ну, к этому птицу, да? Здесь взяли мы этот мерцающий титанит. А здесь говорили с птицей. Мерцающий камень. Тут ее уже нет. Окей. Хорошо, понятно предназначение этой дырки. Обходим аккуратно лужи. Нифига не получилось. Аккуратно обойти. И возвращаемся в начало. Ой-ой-ой, тут статуя с проклятием. Ладно. Значит, что мне необходимо сделать? Ну, дальше туда же идти и исследовать. Только, наверное, стоит... Стоило бы восстановить заклинание, но мне не дадут этого сделать. Просто гады. Просто гады. Всем, кто недавно присоединился, добрый вечер. У нас такая размеренная трансляция по... По Dark Souls. Хочу проверить вот это вот здание. Учитывая то, что там всего один враг, Я, наверное, забью на него просто. Опачки. Нормально так забил. И пробегусь. Душа отважного воина, еще один ключ камень. Хорошо бы выпить. Ой-ой-ой, действует, действует еще. Ух ты, а это куда я пришел? Краб! А, я видел, это герой. Это герой, с которым можно поговорить. Так, не торопимся, сначала обойду все, что здесь есть. Наверняка... Опачки, опачки! Давай, не исчезай! Есть! Тут был крабик и... Осколок титанита, камень разрядов. Зачем мне эти осколки титанита? Я уверен, что для того, чтобы грейдануть сет, тоже нужен мерцающий титанит. Коего у меня... Ну, только один кусочек есть и все. Сундук впереди. Спасибо, Кэп. Открываем сундучок. Здоровенный мутон, говорят в чате. Что у нас здесь? Бердыш. Тьма. Видимо, зачарованное оружие. Ну так, ради любопытства посмотрим на него. Бердыш. Слово-то как вы... О! Секира с большим лезвием. О, я думаю, мне хватит силы как раз. Сейчас проверим. Господи, не вижу. Вот он. Да, нужно всего 20 сил, один с ловкости, и можно... Можно убивать. Окей. Тут серия подсказок. Сундук впереди это было. Вот эти вот две... Руда впереди. А, видимо, как раз речь о... Осторожно, удобство. Загадками говорят опять. Так, а я обойти не могу, потому что там прыжком попробовал не получилось. Типа нужно падать, да? Добрый вечер. Давай поговорим. Не хочешь? Может, посражаемся? Нет. Вдруг он хороший, а я его убью. Спуск еще дальше. Я чувствую, что за спиной пооставлял много всего интересного, но я туда еще вернусь. Воу-воу-воу-воу-воу. Лев. А у лут. Выбирая между львом и лутом, я выбираю, конечно же, лут. На льва как-то... О, еще одна статуя переграждает путь. Но у меня есть... Что ты предлагаешь? Прыжок, и тогда торговец. Это как раз... Можно к тому торговцу, который мы видели снизу, да? Это мы... Ладно, хрен с тобой. Тихо. Тихо, давай-ка, мы лучше с тобой разберемся, да? На... 55. Что за урон? Что это за урон вообще? И это большая стрела душ, понимаете? Это не абы что. Это... Штука, которая типа ДПСит. Ну. Ну. Ай! Рассчитывал я на свою скорость клевую каста. Думал, ну успею два раза скастовать. Хрен тебе. Кинжал возьми и бэкстеп их или парирай. Эти... Товарищи бронебойные. Давайте посмотрим. Я чисто теоретически могу кинжал взять? Есть ли у меня вообще кинжалы? Да, кинжалы, наверное... Хотя у меня же есть этот... Как он-то называется? Ящик с предметами. И, возможно, в нем я что-то пооставлял. Нет, я все продал. Поздравляю тебя, Михаил. Придется тогда тебе терпеть. Ладно, пробежимся сейчас прямо налево. Потом туда, потом туда. Бери крюк и хукай. Да, кольцо одень, поговори со скорпионом. Воу-воу-воу-воу. Кольцо одень, поговори со скорпионом. Кажется, спойлерами запахло в чатике. Любое кольцо можно надеть. Сейчас разобью эту хрен. Ой, проклятие. Так. Самый первый слот кинжал, говорят. Кинжал. 10-12 он требует. Но у меня почти столько же, только силы 3. А что у меня по кольцам-то? Так, это инта, это скорость каста. Это... Что это за кольцо? Ограничивают уменьшение в облике полого. Это кольцо жизни. От кольцо жизни можно заменить. Увеличивает сопротивляемость физатака. Это стан, баланс. Заклинания, заряды, доп. ячейки. Больше душ, здоровье. Дальность полета. Ну, я пока свалю, потому что мне непонятно пока, какое кольцо нужно юзать. Знаю, что за моей спиной гад. Давайте пройдем дальше. Оживляем. Вернись, вернись, вернись. А, вот это имба. Вы видели как? И второй встал. Вот ребята какие серьезные. У этого, кстати, грива золотее. А тут как бы обычные. Вот вы, ну, басы. И атакуете одинаково. Что там? Оружие впереди. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это приятно. Статуя. Ой-ой-ой-ой-ой. Беда заключается в том, что сейчас мне дадут... Мне сейчас дадут, в общем. Душа, сумречная трава. Да как? Я же... Ну, понятно. Как можно с таким вот магом... С таким вот... Давайте я к кузнецу зайду, наверное. Куплю кинжальчик какой-нибудь. Если у него есть. Отправляемся в Маджулу. Буду жаловаться, в общем, к кузнецу. Кинжал. Кинжал, кинжал. Надо, по крайней мере, проверить. Вдруг у них реально просто против физики никакой защиты нет. Так, купить оружие, предмет... Не могу я здесь ничего юзать. Можно сходить к кузнецу, который находится в другом месте. Можно сходить к товарищу... А, он только доспехами торгует. А вот этот вот бородатый... Он же тоже вроде оружие продает. У тебя есть кинжал? Да? Дубина, когти, щит. У меня есть кинжал, но я не могу его юзать. Потому что характеристик не хватает. Нужен самый-самый простенький вообще кинжальчик. Души заюзай. Какие... А, те, которые... Да нет, зачем? Если бы было на что-то конкретно юзать души. А так... Зачем мне их сливать пока? Вот... Настанет время. Захочется что-нибудь купить. А у тебя по нулям все. Тогда и... В общем, отправляемся снова... Господи, дай ему память. Это память девичья. Вот. Надо сейчас будет те семь косарей душ все-таки как-то взять. Мерцаешь. Это нормально. Это не страшно. Мне не очень нравится то, что приходится вот так вот в попыхах исследовать достаточно большую локацию. Она и нелинейная получается, сравнительно свободная. Так, а я что-то... Что-то получил. Уже сагрил товарища. Гадство. Так, привычно пробегаем раз. Привычно пробегаем. С лука убивай. С лука... Кстати, может быть, даже с лука было бы хорошо. Да ладно, не переживайте. Я это так, просто ворчу. На самом деле... Я не жалуюсь. Давай, подходи, друг. Попробую восстановить себя. Ой-ой-ой, забыл я про тебя. Не вижу. 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 Ух, шел хорош. Так, что за подсказка? Здесь, как скажешь. Аааа! Я просто забыл, что наев прыжок. Помните, в первом Dark Souls'е ты на пробел и на пробел же прыжок? А тут же наев прыжок. Я не прыгал уже больше недели, поэтому... Кувыркнулся. Такой ты Василий, Михаил. Окей. Здесь, да, сипнись. Вот. Тем, кто пришел на трансляцию недавно, здрасте. Очередная часть Dark Souls'ка, 6-я, может быть, даже 7-я. Играем мы за мага Артаса, который там 106 уровня. Молодой, глупый, физически вообще не развит нисколько. Ловкости мало, но зато колдун. Инта, мудрость и, ну, знание, как они там называются на слоты. В общем, могу кастовать. Показал бы я вам, как это на самом деле делается, но, к сожалению, локация такая, что нихрена не сделается. Ой. Подходим, подходим, подходим. Не толпимся. Спасибо. Так, подбегаем. Оживляем. Прыгаем. Хорош. О, сундук. Ну че, ребят, че стоим, кого ждем? А, ну басы. Не умеют прыгать. Так, а что же здесь? Оружие обещанное, да? Алибарды черного рейцаря. Та самая алибарда, которую можно было в самом начале первого Dark Souls'а, даже выбить из черного рейцаря. Ну, там 20 сил, если это та самая. Алибарда. Большая секира черного рейцаря. Вот она. Ух ты, ловкость и 26. Нифига себе. Модификатор CBC. Не такой уж и хороший. Но это алибарда. Вы помните, у нее рейндж очень хороший. Но я, опять же, не смогу вообще никаким макаром ее использовать. На той стороне меня уже ждет, пацан. Здесь я допрыгнуть не смогу. Похоже. Ну и приходится возвращаться своим ходом назад. Да, конечно же. Так, а если прыжок, то торговец, говорят, да? Я же умру, если прыгну. Вы издеваетесь? Там... Там... Там тупо высоко. Да ну их нафиг. Собираешься за альянс проходить? Нет, родолеев тоже второй. Вряд ли буду играть. Неужели увяжутся, а? Не должны. Так, а ты у нас молчун, да? Так и чешутся руки его прибить. Ну пусть живет. Возможно, пригодится еще когда-нибудь. Так, здесь все обошли. Помним. Да, да, да. Ну, значит, этот... Эту часть немного исследовали. Я помню, смотрел, скорпионы этого видел. О-о-о-о-о-о-о-о. Что, застрял, друг? Ну, идешь, да, вроде? А вроде не проходится. И блок не поставить, да? Какая досада. Сочувствуем. Биноклируем. Вот Михаил Багаюзер, а. У него норм колечка без скорпиона. А Бузер. Там, где сет брал, правее втро есть проходка торговца с мой. Там, где сет брал. Тут у меня очередь. Надо обработать. Товарищи. Э, как? Что это было? Или на нем проклятие просто было? Слушай, иди сюда, мне эксперимент нужно поставить. Давай, 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 за мной. Эй, птичка. Иди сюда. Там много всего вкусного. Так, ставим эксперимент, да? Топает, топает, топает. Вроде не похоже, чтобы ему плохело. ХП не уменьшается. Смотрите, повторная смерть. Показываю, какой каст шикарный. Раз. Шкленство. Но кольцо меня спасает, кстати, от эффектов. От плядья! Не кричи так. Прикиньте, это с резистами у него. 226 отнимается. То есть, где-то 1600 урона он сейчас получил, если бы не было резистов таких диких. Так, вижу лут. Собираем, собираем. Огненная бабочка, факел. Понятно, понятно. Большая стрела. Свичем в сферу тьмы. Так, сет я брал вон там. Что там тогда сможешь поговорить со скорпионом? Кольцо шепота у кошки. А, понятно. Спойлеры, спойлеры. О, там лут вижу. Ребятушки, это то, что мне нужно. Только надо, наверное, статую одну замочить. Можно и здесь, наверное, под... Нет, нельзя подняться. Так, веселее, Михаил, веселее. Да тут локация такая, что... Опачки. Мне что-то кажется этот свиндук подозрительным. А что у тебя по цепочке? Не видно цепочку. Значит, с тобой все хорошо. Повезло. Человеческая фигурка и сыворотка кровотечения. Можно обратить человечность на самом деле, но с другой стороны, учитывая то, какое количество проклятий я получаю от вот этих вот вас... Ой-ой-ой. Наверное, это будет не самым выгодным решением. Кольцо имбовое, которое не позволяет КП опуститься ниже определенного уровня. Так, здесь я взял, но дальше не ходил. Проверяем. Так, чё, лежим? Без лута. Отчаяние. Да нет, вроде нормально всё. Теснина, но бесцельность. Вот это вот теснина, но всё зря. Опачки, добрый вечер, ябун флетчер. Ты откуда? Так, не-не-не, давай вот, вот, вот не будем. Если лута рядом с тобой нет, ты мне, в принципе, нафиг не сдался. Извини, конечно, но... Сэляви, как говорится. Здесь был, снизу взял, там был. Дальше не прибегал. Вот как раз, видимо, про слева торговца и имелось в виду вот здесь вот. Вот так вот. Опачки. Хриновенько. Он находится где-то вот под... О, вот здесь вот, да. О-хо-хо-хо. Пацаны будут падать? За компанию? Не, я вообще не хочу, чтобы они упали, но мало ли какие у них планы. Так, вон, торговец сидит. Сундучок, открываем. Наводящийся сгусток души. Опачки, это каст Давайте только, чтобы это было Чтобы это было нормальный Наводящийся сгуб Инта 24 Слот 1 занимает 5 штук 5 кастов всего Ну, наверное, мощное колдунство Надо будет обязательно попробовать И тут дедок в инвалидной коляске Я не тороплюсь с ним общаться Потому что надо смотреться Ладно, давай поговорим Яндед? Да, яндед И что? Ах ты, старичок Мне говорят, что я не готов Ну, спасибо Добавил мотивацию Он как бы намекает, что я не очень Может, человечность обратить? Да, давайте Шесть штук всего есть Так, в качестве эксперимента Смотри, я хороший Он расист? Да, прикид, конечно Бинокль добавляет колорита Ну? Нет Ну, ничего страшного Значит, новый каст Это раз До этого До костра тут рукой подать Единственное, что Придется, наверное А, не, не придется Сражаться с бобром Хорошо Значит, я тут спокойно Отдохну костра И сделаю Составлю заклинание Уберу Можно вообще-то Повторную смерть убрать Два слота занимает Можно убрать Меселю Которая Не юзается А, это тяжелая Нет, давайте Повторную смерть уберу Нет Не буду убирать Уберу Менее Менее сильное заклинание Так скажем Господи, как там Надо вернуть На эту штуку Раз И отказаться Чтобы выбора Снизу не было Эй Опять я столкнулся С этой С этой хренью Раньше Выделяешь Надо только убедиться В том, что здесь Никакого из пла Не выбрано И можно было Удалить его А, вот Надо бэкспейсом Убрать Так, ставим Давайте почитаем Сначала Наводящийся Сгусток души Над головой колдуна Появляются сгустки души При выстреле Они преследуют цель Рассказывающая Заклинание Придумал Могущный колдун Но имя Давно забыто Ставим Правда Проверять опять На этих С пылом юн Товарищах Так не хочется Как мне еще Добраться До этого сундука Он мне Постоянно Глаза мозолит С одной стороны А с другой Может сверху Перепрыгнуть Все-таки Удастся Только нужно Забраться Вот на этот Самый Верх Откуда-то Надо спрыгнуть Вниз Ходил И хрил По какой игре Будет следующий Стрим Когда Давай по героям По героям Было очень много Всего Прямо Очень много Всего Мне нужно Забраться Туда С этой стороны Не получится Может здесь Можно как-то Псигануть Вот Пожалуйста Прыжок Хорош Вот Казалось бы В том моменте Зафейлить Крайне сложно Но я доказал Что я способен На многое Даже зафейлить В том моменте Где казалось бы Все очевидно Так Беру Что у нас тут Хранится Лут Обломок титанита И окаменевшая Кость дракона Вот я Не знаю Что с костью дракона Делать Это крафт материал Скорее всего Да У меня уже Был Была Одна косточка К мне Три косточки Есть Мерцающий Цистанит Один Наверное У кузнецов Повыспрашивать Зачем Нужна Эта тема Итак Значит Здесь В этой локации Самым большим Для меня вопросом Остается Скорпион Который Вообще Непонятно Что делает Подсказки Были в чатике Из серии Оскорпиона Можно поговорить Если купить Кольцо У кошки То есть Как бы Спойлер Просто Сейчас я проверю Каст Оп Пять штук Давайте Наводитесь Воу 90 урона Кстати 90 урона Неплохо Потому что Во-первых Заряда 4 У копьян Аналогичного Заряда 3 Копье наносит 56 Ой 86 Причем Сплэш Да Повторную смерть Не завязать Можно кастовать Дважды Получается Штанет Как же я буду рад Когда Раз Вот хорошо Не взял Не убрал Повторную смерть Смотри что творит Проклятье Плевать Вот это урон Единственный минус Штаны львиного воина Единственный минус Заключается в том Что Нужны трупы Обязательно Чтобы заклинание Нормально работало Вот там подсказка Чего Тупик Спасибо Кэп Ладно Хорошо Давайте тогда вернемся В маджу К катану зайдем Посмотрим На колечко Потому что Тот Крабистый товарищ Он По сути Последний Главный вопрос Который у меня остался По факту По этой локи Только что делать С этим гадом Смогу быстренько Оп Нельзя да Хорошо Ничего хорошего Косточку вязать Не хочется О Все Отправляемся в маджу Скорпион Спойлер Дает офигенное Кольцо О Спойлер Все 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 Спойлер 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 Не читаю Пью молочко Это эстус Прозрачные Как Не знаю Как Слеза Пейте эстус Magic bottle Бабла Да не На руках Один с половиной тысяч Плюс еще есть душ И я думаю С катаном Мы договоримся О нормальной цене Катан Мерцающий Обитал Вот здесь Вот Хотя Почему Мерцающий Он просто Просто Вот такой Пушистый За столом Сидит Смотрите Вот Это Обычная Поза Для кота Мы Мы сегодня Кошку Выпускали В машине Когда ехали Таким же образом Только глаза Были шальные Смотрела в окна А киса Нормальная Страшная Смотрите У нее клыки есть И глазные яблоки Да Вот Отсюда Лучше Смотрится Давай поговорим Друг Предметы Есть серия Колец Поглощает здоровье Каждого Пежденного Снижает урон От падения И уже есть Врагам Проще вас Заметить Позволяет Слышать Голоса Врагов Видимо Это кольцо Мне как раз И нужно Надо еще Вспомнить Где же я Встречал Врагов Которые Хотя это Врагов Или именное Кольцо Рыкчеписнится К игрокам Выброшим Того же Бога Это больше Похоже На шепот Все верно То что Надо кольцо Без Подсказки Я бы не догадался Может быть Слить Не Не надо Снова Отправляемся По В дальний огонь Темные руины На помойке Муравей Есть Помойка А Да Точно Которая огромная С которой мы тоже Не пообщались Нормально Слушайте Действительно Был муравей Который там Сидел себе И газовал В одной комнате Непонятно Как он туда попал Потому что Выбраться оттуда Было бы Ему крайне Сложным Но Как бы он есть Действительно Там где темно Помните Факелы Зажигали Еще Наверное Для того Чтобы поговорить Нужно Колечко Одеть Не хочу Я снимать Кольцо Это Лучшее Кольцо Жизни Заменю Позволяет Позволяет Слышать Голосы Врагов Кто-то Рычит Добрый вечер Да Ничего Об себе Это Ради Этого Для того Чтобы он Мне послал Взял Кольцо Не Погоди Вообще Нисколько Так 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 Возьмем 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 Слышать Да, и просит убить его невест. Хорошо, без проблем. Главное, чтобы к спыдали. А, понятно. То есть, Тарк, все, что он помнит. Нам необходимо найти его возлюбленную и прикончить ее. Единственное, что я реально сейчас озадачен, потому что где-то я что-то упустил именно в этой локе. Там точно тупик, но давайте перепроверю на всякий случай. О, тут подсказка, может это призрачная? Лыжат спереди. Так, стены нет. Странный вообще такой переход, но ладно, бог с ним. Привет. Тихо, 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 тихо. Сейчас еще разок посмотрю, может я чего здесь не досмотрел. Там был тупик, это точно, там был тупик. Да нет, вроде здесь все. Между башнями проход, ты упустил. Между башнями? Между башнями проход. Там, где поломанные башни. Йо-моё. Та не туды, говорят. Там элибарда черного рыцаря. Взял, 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 но... Я вообще оттуда пришел, да? Вот это начало. Там элибарда черного рыцаря. Там есть закуток. Тут тупичок. Нет. Выпьем с горя. Там будут две башни между них. А, третьего костра Локи направо. Третий костер Локи. Ну, в смысле, тот костер, с которым мы бегаем. Окей. Без проблем. Интересно, сколько бы я бегал без ваших наводок. Спасибо, что даете наводку. 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 Мне сейчас будет сложновато выходить. Придется опять пострелять. Благодаря тому, что есть наводящийся сгуст в душе. Не надо его второй раз вставать. А, нет. То есть они не накладываются. Как же я жду, когда появятся товарищи без резистов. Такой тогда дамаг будет заходить в них. Сумасшедший. Так, от двух башен... А, две башни, которые были... Может быть... Может быть, вот эти вот башни. Раз и два. Но это нифига. Ай-яй-яй-яй-яй. Беда. Сейчас я немножко нафейдил. Эй-яй-яй. Эй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, туда я пошел опять. А, именно они. Сломанно манти все поломал. Пока катил барсуков. Сломал вещи. Ну, потому что на лужи наступил. И все с концами. В общем, придется... О, точно, вниз же. Слушайте, я еще в конце прошлой трансляции этот путь увидел. Запомнил и сказал, нет, дальше я не пойду. И на этом, собственно, закончили. После этого столько было стримов. Ё-моё. И из головы вылетело. Увы. Ну, хорошо. Каст получили. Сет на мага получили. Обновленный. Сейчас быстро подчинюсь. Надеюсь, там недорого будет. Не, вообще, копье. Копье копьем. Можно, кстати, попробовать души слить. Сейчас, заюзав душу, потому что идем мы. Мероприятие опасное. Кольцо бы еще заменить. Давайте посмотрим, сколько нам нужно на новый уровень. Тысяч, наверное, 15. Да, 15-200. Окей. Назад. Поменяем кольцо, которое позволяет разговаривать. В общем, какой-то... И кольцо, наверное, с жизни возьму. Это резисты. В равновесии мне вряд ли поможет. А вот жизнь может помочь пережить один удар. Теперь попытаемся добить до 15 тысяч. Большие души. Я не знаю, во сколько они даются. Под 5 косарей. Ничего себе. Ладно, юзаем. Еще одно. Ну и мне хватит уже. С небольшим даже запасом. Апать буду, скорее всего, дух. Потому что им-то высокое. Новый уровень. Там, кажется, 40. Мы на этом остановились. А, 45 уже. Веры 40. Ученый 40, но эту новую ячейку заклинаний дали 7, чтобы получить восьмую. Там, видимо, до 50 нужно апать уже. Кольцовая жизнь дает 5% КП, возьми регеностамины. Стамины вроде хватает. Регеностамины там, если не грейжная, но это тоже вроде не сильно дает. Качай адаптивность. Нет, вообще. Вот я выбираю из трех статов. Выбрал Веру. У нас будет такой маг. Вот пока что, по крайней мере, так. Он будет только на скорость каста из пылы в двух школах, получается. Если что, есть возможность перекинуть статы. И чувствуешь, что скоро будет босс. Правильно, нафиг жизни с стамины. В жизни вообще даже нет такого вопроса. Качать мне жизнь или не качать? Конечно, нет. Ни силу, ни жизни. Это все от лукавого. Проходили. Надо играть хотя бы, чтобы какая-то была, знаете, какой-то риск. А то ведь... Если тебя с одного, с двух ударов не убивают, то это... Это уже... Не маг, Вуф. Оп! Пачки. Стоп. Стоп. Наверное, дальше есть проход. Да был же проход где-то здесь. Да? Хренас два. А, вон вниз. Ну да. А как? А вон. Вон вижу лестницу. То есть, мне нужно... Куда-то сюда, да? Я понял, понял, слышь. Могу я сверху упасть? Могу. Давай, падай тогда. Ага, похоже на правду. Костер впереди. Костер впереди. Стоп. А это я вернулся. Да, это же назад-возврат. Не, ребят, это не то. Я думал, что... Что по-другому. Ты оттуда пришел. Да-да-да, я уже понял. Сигнал дошел до пацанов. И до меня тоже дошло. Так, две башни, да? Две башни. Именно они. Еще было ключевое слово. Две башни. Это вон, вон, вон те. В одной из них не было... Не было лестницы. Так, судя по первичным данным. Может быть, я не прав. И, Михаил, ты прав. Так и есть. Вот он, проход между двумя башнями. Босс впереди. Да, есть же ж. Люблю боссов. Наводящий сгусток души. Красиво. Это как лучик пробивается. И действительно... Так, тут лут наверняка припрятали за углами, да? Ладно, точно припрятали. Ой-ей-ей. Давайте к боссу лучше. Подсказки не прочитал. Кто здесь? Оп! Тихо-тихо-тихо-тихо. Маленькая, ты чего? Слушай, слушай, слушай. Это та, что ли, его возлюбленная? Блин, наконец-то босс. Наконец-то босс. Наконец-то, наконец-то. Хорошо, что души слил, да? Так, ну, теперь у нас есть маршрут, которым я буду... Изи? Да, конечно, изи. Я вообще хотел выпить фляжку. То есть я даже нападать на нее не хотел. Просто вдруг захотелось выпить эстуса. Вот. Но она как-то... Слоупочно, правда, она стреляет. Стреляет больно. И от второго выстрела, от вот этих вот птичек, я увернуться не мог. Там были колонны. Возможно, за ними можно прятаться. Но... Когда я стрельфовался вправо, уперся в какую-то преграду. Так и не понял, в чем... В чем смысл? Работаем, в общем. Да ты... А, можно вернуться. А где твой хп? Подруга, дни мою, кс-роу. Нифига себе! Какой у тебя хвостецкий. Даже два, да? Что умеешь? Кастует. Раз... У меня такое же заклинание, кстати. Сейчас полетит в меня. Воу-воу-воу-воу-воу. У тебя круче заклинание. Нет! Тихо-тихо-тихо-тихо.